декабрь один из самых праздничных месяцев в году здравствуйте сегодня мы поговорим на самую очевидную тему новогодние праздники в старом ростове здравствуйте добрый день старый ростов был городом который я как я понимаю да любил и умел погулять как отмечали новогодние праздники еще вот важное отличие для меня и может быть для зрителей тоже да была же существенная разница между светскими праздниками да и праздниками религиозными действительно мне было невероятно интересно узнать как отмечали 120 там 150 лет назад новый год рождество и чем отличается от современного празднования нового года отличается дело в том что новый год был лишь довеском к рождеству таким приятным дополнением в череде рождественских праздников хотя начинали отмечать с 25 декабря и по 6 января вот это была вся череда новогодних праздников ну примерно так же как и сейчас до страна гуляет сейчас для нас новый год главный праздник в году а рождество где-то там какие были традиции были ли особенности ростовской встречи праздников но в целом ростов как крупнейший урбанистический центр вписывался в общероссийскую канву елки стали ставить где-то там концу 80-х годов 19 века это ведь традиция европейская немецкая в ростове проживала проживали иностранцы из 20 государств в том числе из европы и из германии по всей вероятности первые кто стали ставить елки это были немцы но все-таки это в домах квартирах не было городской елки правильно вы знаете встречала фотографию архивную где на улице стояла ей в парке коммерческого клуба это парк 1 мая то есть вот такие артефакты нам свидетельствуют о том что елки ставили на кэш в домах ставили елки потому что ты читаешь объявление о елочных базарах елочные базары всегда были рядом базаром новым старым и рядом с биржей но бирже это такое парковочное пространство для извозчиков а где располагалась биржа а вот где публичные пространства и там где много людей там и были бирже в основном вокруг жизнь кипела вокруг базаров штамп я читаю воспоминания юлии хапланова я напишет о том как они с папой шли выбирали елку трех четырех метров но во первых высота потолку позволяла это раз ну конечно на кошелек не каждый себе такую мог позволить елку потому что елка могла стоить и 10 рублей есть рублей по тем временам это приличная сумма но зарплата кухарки 8 рублей в месяц а мы знаем откуда елки привозили в ростов юки привозили из-под современного волгограда насколько я смотрела по источникам а чем украшали мандарины пряники свечи ну стеклянных игрушек было крайне мало они были жутко дорогие там описывают ростовцы как трепетно две стеклянные игрушки из коробочки доставляли родители ни в коем случае не разрешали трогать руками детям трогать руками эти игрушки были дрезденские игрушки это такие картонажные игрушки когда игрушка собирается из двух частей картона и разукрашивается но в основном конечно это орехи фольгу завернутые это конфекты но это не конфеты это конфеты но только раньше в слове конфеты была буква к еще одна конфекты говорили мандарины пряники вот они собственно говоря и были подарками детям таких подарков которые сейчас дарят не было можно было подарить вот то что висит на елке я читала описание замечательно как семья накануне нового года там более чем сто лет назад сама создает эти украшения тоже был такой семейный досуг собирались клеили гирлянды из цветной бумаги золотили орехи либо заворачивали фольгу да и вот наряжали елку то есть была такая традиция да это была традиция но она была распространена таких городских средних демократических слоях может быть в слоях рабочей аристократии нарядили елку а как гуляли вот в городе я тоже прочла интересный такой факт в архиве что были баллы разных обществ польское общество устраивало балл там еще какой-то нарядили елку и поставили ведро с водой почему дежурная а потому что гирлянды электрической не было свет поэтому свечи дежурного по елке назначали вот система противопожарной безопасности была до баллы начинались с двадцатых чисел декабря и до конца января потому что смотришь рождественский балл новогодний балл белый балл простой балл это его просто перечисляю название баллов это были баллы с маскарадами где можно было выиграть призы а что за призы мы могли с вами выиграть лиза граммофом граммофом было бы неплохо хорошо не поросенка живого где-то я в классика встречала выиграл живого поросенка но граммофон и часы серьезные такие в общем-то подарки да 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 вход мужчине стоил два рубля автомат рубля 50 до 2 рублей даме 70 копеек ну это приятного также приятно как выиграть граммофон еще прошла тоже интересную такую информацию что карнавальные маски не такие как мы сейчас привыкли до видеть но в той же в какой-то вот степени привычные были они вкладывались вот в коробку с конфетами или конфектами общество иным можно было достать маску она была в виде конструктора собрать себе шляпку или какую-то вот домино классическая вот была ли традиция рядиться наряжаться могут на эти праздники до было можно было купить билет с маской и вы уже оплачиваете маску приходите и одевайте но эта традиция не прижилась в нахичеваге вот там дамы отказывались одевать маски почему все-таки более традиционное общество они там свои были какие-то традиции встречи праздников семейные семейные тоже воспоминания нахичеванцы оставили где они пишут о том что всегда традиции на новогоднем столе было видеть ананас ананас и думаешь а я думаю а то какой-то специальный 19 века откуда ананас но потом когда ты смотришь документы архивные что привозили в порт ростовский то ты понимаешь что из европы из греции привозили но там разные пункты были ананасы хорошо а как же мандарины вот это знаменитая не трогает на новый год были мандарины мандарины и были очень дорогие дороже чем ананаса 10 цену ананаса не знаю но 10 мандарин чека могли стоить три рубля поэтому это дорогое экзотическое вот на елочку на штуке повесил смотри это был детский праздник в то время или равно веселый радостный для взрослых и детей но изначально конечно из рассматривался новый год только как детский праздник но уже к началу двадцатого века встречали его не только в семье но и в ресторанах в кафе шантанах такие светские были мероприятия посвященные новому году дарили подарки чаще всего дарили открытки даже открытки запахом хвои открытки с музыкальные чем дарили всем соседям по лестничной клетке по улице друзьям коллегам видела даже специальные выпускались книжечки с инструкциями как писать поздравления в этих открытках и набор вот таких каких-то обязательных поздравлений дедушки тети как это должно выглядеть да то есть письмовник не надо ничего вбивать в поисковик когда интернета поэтому открыл уже все готово кому писать а детские подарки как сейчас как принято куклы игрушки не куклы не игрушки часто дарили канареек канареек живых да все-таки живого поросенка я вспомнила не зря живая канареек а почему именно канареек с чем-то было связано ну это же тенденции моды и маркетинг я думал до конфетные подарки были потому что можно было зайти в кондитерскую купить даже мешочек для подарков и там будут и конфеты и пряники и фигурки деда мороза а дед мороз кстати приходил ли к тем хорошо себя силу ой если бы вы увидели изображение деда мороза в конце девятнадцатого века в ростовских газетах вы бы испугались вот он от того доброго волшебника которого мы сейчас видим он не совсем похож такой лохматый хмурый гном ну детка а почему посох не для того чтобы там на елке гирлянды зажигать чтобы тумаком надавать если плохо себя будет вести это было честно да 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 но образ деда мороза появился же в середине 19 века благодаря художественной литературы как и в целом празднование нового года это очень молодой обряд и традиция но она пришла только в россию во второй половине девятнадцатого века никто не елку не ставил не наряжал это петр первый же привнес эти новые традиции а с его смертью ушел обычай ставить елку потом елки остались только как опознавательные знак визуальный трактира на крышах кабаков 18 и первой половины 19 века стояли елки поэтому когда говорили пойдем к елкину сначала пойдем в кабак вот это да а под елкиным означало степень алкогольного опьянения когда елку реабилитировали она снова стала атрибутом праздника уже советское время как и советское приобретение это снегурочка ведь ее не было и вообще это только российская такая история и снегурочка появилась только в советское время до революционном ростове на хичеване никаких снегурочек не было был страшный дед мороз который надает тумаков а рождество как отмечали рождество колядовали например или нет колядки катание на санях если погода позволяет это семейный праздник и церковный праздник которому очень долго готовились там я смотрела главную генеральную уборку в домах и квартирах делали перед рождеством я думала перед пасхой нет в тех домах которых не было прислуги вызывали паденщиков я так понимаю что это клининговая компания современным языком и они переставляли мебель натирали ручки медный огуречным рассолом стекла там сухим раствором мела натира готовились к празднику предположим мы внезапно оказались в ростове 100 летней более чем 100 летней давности как раз в этот период празднования рождества нового года что мы должны делать чего мы делать не можем категорически иначе общество будет смотреть на нас косо как мы накроем стол но если мы в предвкушении рождественских праздников мы отправляемся на старый базар за покупками на новогоднем столе если мы говорим о столе в кругу семьи обязательно была птица рыба птицу на старом базаре мы бы купили только поштучно на килограммы никто не продавал более того парами почему парами такая традиция для продаж и рыба чаще всего фигурирует в источниках судак но это какие-то там яства которые пекли по семейным традициям и по рецептам вот говядина свинина вообще очень редко встречается хорошо стол мы накрыли мы пойдем что с визитами или к нам придут и подождите все по порядку с визитами еще рано за семейным столом мы можем 31 находиться или мы можем пойти в ресторан уже было принято ходить встречать новый год в ресторанное пространство в кафе шантаны то есть там мероприятие начиналось в 10 вечера и до 4 утра был знаменитый такой марс да я вот читала да 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 только он был знаменит что на тарелках из заведения была печать что они признают именно марсу потому что тарелки воровали так более того это и самое дорогое место потому что если бы мы с вами отправились в марс встретить новый год мы должны были выложить 5 рублей но за нами бы автомобиль приехал это невиданная роскошь мы уже выиграли доме граммофона в других ресторанах 3 рубля но на извозчике марс на автомобиль на автомобиль встречала фильет он интереснейший за 1913 год где упоминается марс фильет он называется святочные черти вот черти решили проводить международный конгресс ну и как вы понимаете что лучшего города они не нашли и вот когда они приземлились они увидели предрождественский ростов шантанное голокожье театральное голоплечье и дьявольский танго в каждом баре это дословно из первоисточника участь чертей было плачевно один отправился искать место и его поймала какая-то там хозяйка которая делала игрушки новогодние обсыпала бертолетовой солью и повесила на шнурке на елку второй черт отправился в театр миниатюр здание кстати говоря сохранилась это бывший кинотеатр победа там его записали в актер он надел полосатый дословно жакет и сгинул был черт осталось черт знает чем на третий черт он же отправился в марс а там ресторанный гений карпет чархчиянс в холодную закуску изрубить вели у него ну то есть вот тут предприимчивые ростовцы которые коммерциализировали не боятся даже даже силы силы да 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 хорошо мы встречаем новый год в ресторане что делаем мы потом в ресторане подождите мы же еще должны отведать блюда а разве не было совпадений между домашним столом и ресторан конечно нет нет это уже модные французские штучки весь вам бы предложили в марсе чаще всего да 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 вам бы предложили консомес диаблины вам бы предложили стерлиц стерлиц знакомо что такое консомес диаблины это крепко сваренный бульон с чесночными гренками но это дань французской моти звучит вы бы откушали пломбир а при входе на новогоднее мероприятие нам были за с вами вручили бутонерки живыми цветами а кавалерам сигар прекрасно это понятно что это входило в стоимость билета но романтично да а зал был бы декорирован тропическими растениями и живыми цветами так писали в рекламе захотелось отмотать время нас хорошо мы все это откушали мы встретили новый год мы уже можем отдавать и принимать визиты или должны еще как-то может быть семейной какой-то традицию что вы делали ростовцы ростовчане 1 января начиналась с визита чаще всего это мужчины это такие короткие поздравления он должен был поздравить родственника супруги обязательно начальника если ты не пойдешь и не поздравишь начальника год не задастся умно можно даже не заходить тебя предбанники ждет стол где тебя хозяин встречает хотя я себе трудно представляю если одни ходили значит другие должны были встречать когда ходили другие я не договор загадка за то есть вот мужчина мог там до 10 визитов совершить и потом я встречала объявления в ростовских газетах где призывали давайте 1 января в 12 дня соберемся в помещении коммерческого клуба или клуба приказчиков и все одновременно поздравим друг друга потому что будем очень травматично для печени круговорот визита да 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 и встречались вот там обменивались подарками а были какие-то общественно полезные инициативы сейчас модно например вот для здоровья до забег 1 января спортсмены устраивают забег город что-то устраивал какие-то общественные мероприятия из общественных мероприятий были елки для детей из бедных семей такие благотворительные социальные проекты елки в помещении клуба приказчика в женском клубе в ростовском клубе это было забегов не было были катки но тогда на это смотрели не как на спорт а на развлечение два катка в парке горького в городском саду азова-донского яхт-клуба один был ближе к садовой а второй к пушкинской на новом базаре был каток да это было развлечение а катки при нашей погоде как же да погода могла повлиять уже тогда оттепелью но как-то с этим справлялись и в рекламе писали что очень быстро замерзает лед поэтому приходите к нам рядом с катком был военный оркестр горячительные напитки иллюминация ну а для тех у кого не было денег сходить в ресторан или даже покататься на катке они просто прогуливались по садовой по догонрожскому проспекту а это буденовский я встречала интереснейшую информацию о новогоднем вечере римско-католического общества польского общества огниво по моему дарение так ставится точно так же как и встречала допустим грузинский вечер новогодний то есть по большому счету даже на примере новогодних праздников мы можем посмотреть как объединялись по конфессиональному признаку по национальному признаку сообщества а такие баллы мог посетить любой или только вот тот кто непосредственно имел к нему отношения ну вот чаще всего допустим если бал в том же коммерческом клубе или в каком-то обществе члены клуба или члены общества приходили туда бесплатно а все остальные покупали билет мы немного сосредоточились на том как встречали новый год и рождество и вот проводили новогодние праздники люди определенного круга определенного социального положения те кто был лишен возможности посетить бал или поставить дома трехметровую елку для них это было праздником они чувствовали то что сейчас принято называть духом рождества рождество все встречали новый год не все но представьте если рабочий живет у работодателя у него нет своего жилья куда он поставит елку да у него возможности нет купить эту елку ну то есть это касалось городской части интеллигенции демократических слоев платежеспособных слоев а такие было немало украшалась ли как-то городская инфраструктура улицы здания может быть сами владельцы каких-то лавок магазинов старались что-то сделать но украшалась чем иллюминации не было потому что ты смотришь главный маркетинговый ход написать приходите к нам встречать новый год потому что у нас есть электрическая елка вот такими буквами написано потому что это роскошь было поэтому об иллюминации говорить электрической не приходится но по садовой прокатиться она была освещена по пушкинской прогуляться фланировать вот фланеры в новогодние праздники фланировать это такой вот я так понимаю устоявшийся был термин да и даже было такое как бы немножко ну насмешливое может быть отношение к фланерам или не ну фланер это который для которого прогулка это досуг он не знаю он не знает где закончится эта прогулка но фланировать очень любит у любили особенно те у которых не был денег бесплатное развлечение задействован ли был как-то лед на реке дон вот вы говорили о катках да и я прочла такую интересную информацию что был забег по льду реки дон до таганрога на коньках как-то думал задействовать он не приурочен был к новогодним праздникам но конечно с наступлением зимы катались в том числе и по льду реки забег совершали это уже но вот такие первые ростовские спортсмены в образовательных учреждениях были мероприятия вот допустим петровска реальное училище проводила специальный концерт продавали билеты а деньги шли в помощь бедным ученикам коммерческие училища проводили новогодние мероприятия но это мероприятие который такой благотворительную направленность имели а вот когда к нам был эвакуирован студенты как-то включались в эту суматоху праздничную до включались на здесь же стоит помнить что уже первая мировая война была включались проводили концерты помощь раненым пред на предрождественские на новогодний ужин в ресторане обязательно подавали шампанское вот почему-то все говорят что шампанское только аристократы гусары пьют тоже смотрела документы ростовского порта сколько приводили в ростов шампанского это говорит о том что любили и встречали новый год но дорогое было продавали бокалами не бутылку шампанского что два с половиной рубля стоило и обязательно это пломбир в ресторане мороженое то есть пломбир которому и мы привыкли но тогда способ хранения перевозки поэтому это был такой новогодний экзотический продукт и в то же время вот вы часто упоминаете что украшали цветами дарили бутоньерки то есть зимой были живые цветы в ростове а куда они привозились тоже порт и из европы привозились и немцы выращивали рамы свои теплицы были прямо на территории города теплица на территории города в районе сурбхач были теплицы живые цветы это была мода в продаже были фейерверки но это очень дорогое удовольствие от 10 рублей наверное состоятельные ростовцы живущие в особняках а их было немного могли себе позволить даже фейерверк то есть запустить прямо во дворе своего особняка фейерверк я правильно понимаю но в квартире маловероятно но я судя потому что продавались да какой какой он был может быть это был такой вот знаете небольшой как бенгальский огонь ну по рекламным объявлениям очень трудно конфетти были во многом новый год похож на тот праздник который мы сейчас отмечаем спасибо большое замечательно было как всегда очень интересно с новым годом наступающим